Здравствуйте, дети! Сегодня мы с вами будем продолжать работать над темой ёжик, ежата и целое семейство ёжиков. Конечно, мы в прошлый раз с вами тоже рассказывали об ежах. Вы должны были мне послать разные случаи. Некоторые дети посылали на сайт дворца рассказы о встречах с ёжиком, рассказывали даже о том, что у них ежата жили дома, на даче, они кормили их молоком, давали им даже кашу гречневую, они всё кушали. И я вам в прошлый раз ещё говорила, что если ёжик есть в доме, то кошку иметь не надо, он ловит мышей. Сегодня мы будем продолжать работать над этой темой ёжик. Мы можем делать ёжиков объёмных, можем делать вот таких плоскостных, можем сделать целое семейство ёжиков, можем норку сделать для ёжика, как вот здесь у нас норка есть. Нужно нам уметь работать с целым куском теста, с помощью вытягивания создавать и носик, и всё туловище. Ребята, а вы знаете, что у ёжика четыре маленькие коротенькие ножки, что у ёжика 36 зубов, и что ёжик как своими колючками, ещё маленький хвостик у него есть, что ёжик своими колючками, когда пробежится по траве, то собирает как расчёской всех клещей, и он очень уязвим от клещей. Клещи его прям впиваются, если вы увидите, и знаете, он как приспособился. Если он увидит какой-то окурок в лесу, так это он себе в колючки заталкивает, и тогда вот с помощью этого он как дезинфицирует всё. И у него и мох он также толкает в колючки, ароматный, который есть, как запах богульника, и вот с помощью этого он защищается от клещей. У ёжика очень хороший слух, очень хорошее обоняние, а ещё ёжик ест ядовитых змей. К яду ёжик равнодушен, его так организм построен, что ему от яда плохо не делается. Если маленького ёжика приручить, то он будет жить дома вместе с кошкой. Но только приучить его к лотку, как кошку, никак нельзя, потому что он сам ищет своё место, и хозяин уже должен приспосабливаться к ёжику. Может быть, ребята, вы ещё что-то знаете про ежей, ежат, пожалуйста, расскажите, пошлите на сайт дворца. А сегодня мы с вами будем заниматься, продолжать заниматься над темой ёжик и ежата, семейства ежов. Вы можете своего любимого ёжика нарисовать, слепить. Но для того, чтобы нам сделать ёжика, нам нужно тесто. Как мы будем делать тесто, давайте вспомним. Возьмём два стакана муки, стакан соли, стакан воды и замесим чудесное тесто. Тесто наше должно находиться в мешочке, потому что оно в мешочке будет эластичное, засыхать не будет. Вот какое у нас получилось тесто. Эластичное, мы с ним можем работать. Ну вот, ребята, тесто мы приготовили. Давайте приготовим рабочее место. Сегодня для рабочего места нам понадобится место. Вы, ребята, спросите у родителей разрешение. Пусть вам выделят место. Нам сегодня понадобится дощечка для лепки, бумага, понадобится тесто, возможно, цветное тесто, понадобится простой карандаш, если мы пожелаем сначала создать образ ёжа. Понадобится нам клей, краски, стеки, возможно, понадобятся деревянные палочки. Давайте с вами будем работать. Вот мы тесто сделали, место приготовили. Давайте вспомним технику безопасности. Ребята, вы знаете, что солёное тесто кушать нельзя. Стек мы передаём тупым концом друг к другу. Пользуемся влажными салфетками. Протираем руки, рабочее место. Пользуемся клеем. Клей может быть как нами с вами вместе приготовленный, так и ваш клей, который вы принесёте. Только клей-карандаш нам сюда не подойдёт. Нам нужен жидкий клей. Можно использовать клей ПВА. Вот что нам надо. Понадобится обязательно вода, кисточки. Давайте с вами работать, ребята. Берём кусочек теста. От большого кусочка мы можем отщипнуть, оставить нам на лапки, на хвостик. И с этого кусочка теста мы начинаем формировать ёжика. Если мы считаем с вами, что этот кусочек теста нам большой, то мы его можем разделить пополам и сделать несколько ёжиков. Можем сделать два ёжика, три ёжика. Вы видите, у ежа форма овальная. Поэтому мы начинаем с вами разминать тесто между ладонями, раскатывать. Вот создали такую колбаску в виде овала. Вот это у нас и будет туловище ежа. Сделаем носик ему и начинаем работать на бумаге. Приложили. Создаём образ. Ребята, поделку слишком толстую делать не нужно. Она долго будет высыхать. Делаем тонкую поделочку. Примерно вот такую вот, тоненькую. Вот у нас уже один ёжик появился. Проверяем. Стеком проверяем. Формируем всё. Формируем стеком глаз ёжику. Носик вытягиваем у него. Очень такой носик, что он чутко всё чувствует. Глаз сделали. Тупой стороной стека. Вот у нас ёжик уже получился. Если что-то не нравится, можем тупым концом кисточки ещё подправить. Вот какой у нас замечательный ёжик получился. Если нам поделка эта нравится, тогда берём кисточку, клей и приклеиваем эту поделку. Чтобы она с нашего листочка не отпала. И ещё кисточку кладём на салфетку. Потом её после занятия промоем кисточку. Обязательно формируйте туловище ёжа. Создавайте образ. Так, как вы видите. Вот мы уже приклеили. Образ у нас создался ёжика. Берём ещё кусочек теста. И ещё будем работать. Также будем создавать другого ёжа. Маленького. Разминаем тесто. Разминаем, разминаем. Раскатываем между ладонями. Вот у нас получился овал. Прикладываем к бумаге. И с помощью пальчиков прижимаем. Формируем образ. А также вытягиваем ещё и носик у ёжа. У него обоняние очень хорошее. И слух. С помощью тупого конца карандаша или кисточки делаем углубление. Формируем глаз. Посмотрите. Вот у нас и второй ёжик получился. Если нам поделка нравится, всё нас устраивает, берём кисточку, клей, всё подклеиваем. Вот мы двух ёжат уже сформировали. Большого и маленького ёжика. А сейчас мы можем взять кисточку и нарисовать ёжу полянку, солнышко. Можем нарисовать норку. Можем слепить ему норку из теста. Как вам пожелается, дети? Если вы считаете, что тесто лишнее, убирайте в мешочек. Ёжик на своих колючках носит яблоки лесные, носит листочки, грибы. Вот как бывает. Берём кисточку и начинаем раскрашивать. Сделаем полянку зелёной краской. Вот она травка какая весёлая у нас получилась трава. Посмотрите. Мы можем ёжат оставить, чтобы они подсохли. Мы можем только сделать сегодня пейзаж. А когда подделки у вас просохнут, вы можете ёжат своих раскрасить. Можете налепить колючки. Можно колючки сделать из семечек. Можете сделать колючки из теста, из семечек, как вот здесь. В прошлый раз мы с вами лепили подделку и объёмную, и плоскостную. Сегодня мы делаем плоскостную. Вот мы полянку сделали. Сейчас нарисуем облака. Солнышко. Весёлая выглянула из-за туч. Вот какая у нас получилась весёлая полянка. Можно ещё цветочки добавить. Но мы подождём, пока наши ёжата просохнут. И на следующем занятии будем работать. Вот, ребята, сегодня тема нашего занятия была ежи. Мы с вами лепили в прошлый раз ёжат и объёмных, плоскостных лепили. Сегодня мы повторяем наше занятие. Продолжаем работу над темой ёжата. Вы можете создавать целую семью. Вы, ребята, можете мне написать какие-то случаи о встрече с ежами. Я буду ждать ваше послание на сайт дворца. Вы, ребята, всегда очень хорошо и замечательно всё выполняете. Ваши работы я отправляю на выставки. Вы получите дипломы. Я покажу, чьи фамилии, с чьими фамилиями пришли дипломы. В прошлый раз до праздников новогодних я уже показывала. Спасибо, ребята, за всё вам, вашим родителям. Молодцы! До свидания! Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова